Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня будет разбираться публикация за декабрь 2019 года. Тема из нее называется «Всему свое время. Время трудиться и время отдыхать». Изучается она на неделе с 3 по 9 февраля 2020 года. Основана на стихе из Марка 6.31. «Пойдите в уединенное место и немного отдохните». Авторы предлагают найти разумный баланс в служении Иегове. Разбор отличается от статьи, и тексты, как всегда, будут приводиться из Синодальной Библии. Трудолюбие – это благословенное Богом качество. Ведь и Творец, и Его Сын любят трудиться. Иегова до сих пор трудится над своим творением, исполняя свои замыслы. Псалмопевец сказал о нем «Как многочисленны дела твои! Иегова, все соделал ты премудро! Земля полна произведений твоих!» А Иисус подражает в трудолюбии своему Отцу. Сначала Он помогал Иегове творить земной миропорядок. Позднее, придя на землю, Иисус трудился над заданием, которое Ему поручил Иегова. Исполнить волю Иеговы было для Иисуса так же необходимо и радостно, как насыщаться хлебом. А что можно сказать об их отдыхе? Иегова никогда не устает. Поэтому отдых Ему, конечно, не нужен. А то, о чем в Бытие 2.3 сказано, как Бог стал отдыхать, это означает, что Он перестал творить то, что сотворил за шесть дней и остался доволен плодами своего труда. Иисус же был человеком, поэтому, как и все люди, Он нуждался в отдыхе и в том, чтобы хотя бы иногда пообедать. Мы, как служители Иеговы, тоже нуждаемся в отдыхе. Но иногда нам просто трудно найти баланс между трудом и отдыхом. Во многих странах люди вынуждены сегодня больше работать. Часто они так перегружены, что у них не остается времени ни на семью, ни на отдых. И на утоление духовного голода. Но, к сожалению, есть и такие, кто вообще не любит трудиться. И они находят оправдание своему безделью. Многие из нас тоже много работают, чтобы обеспечить свою семью. Но мы, как ученики Христа, трудимся еще и в духовном поле, в проповедническом служении. Как сохранить баланс между работой, служением и отдыхом, чтобы это было во славу Иеговы? То есть, чтобы и ленивцем не быть, но и не выгореть эмоционально от хронической усталости. Давайте рассмотрим. Под заголовок «Нужен разумный баланс». Разумный баланс для христианина – это ритм жизни, спланированный вокруг служения Иегове, куда входит праведный образ жизни, проповедь и посещение встреч собраний. Словом, все то, что формирует в нас христианские качества. То есть, ни работа, ни отдых не должны стать для нас главным смыслом жизни. Это поможет умеренно работать, довольствоваться скромным образом жизни и распределять свои силы разумно. То есть так, чтобы их хватало и на работу, и на служение. А в свободное от этого время можно и отдыхать. Когда, например, отдыхали от проповеди Иисус и Его ученики, у них не было постоянной работы, но это их не смущало. Поэтому они ходили с Иисусом целыми днями. Их отдыхом было время приема пищи и сон. Настолько они были увлечены этим служением. Но сегодня многим приходится работать ежедневно, чтобы хватало на самое необходимое. Поэтому нам балансировать между работой, служением и отдыхом так, чтобы это было угодно Иегове, конечно же, сложнее. Так как же все-таки спланировать свою жизнь, чтобы это было разумно с точки зрения Иеговы? И времени хватало бы на все. Давайте посмотрим, как сам Иегова нашел разумный баланс между работой и отдыхом для своего народа. На примере с субботой. Сегодня мы свободны от Моисеева Закона, но, поняв суть субботы, мы сможем увидеть разумный баланс и для себя. Подзаголовок «Суббота. Время для отдыха и поклонения Богу». Как уже знаем, после шести творческих дней Иегова больше ничего не создавал на земле. Однако Иегова любит труд, поэтому он до сих пор трудится, хотя и по-другому. Его усилия направлены теперь на создание духовной стороны жизни человеческого общества. Так как всю материальную базу жизнеобеспечения для человека он создал за шесть дней творения. Описанный в бытии день покоя Иеговы послужил образцом для еженедельной субботы, которую соблюдали израильтяне. Шесть дней они трудились для себя и по материальной части, обеспечивая себя и свои семьи всем необходимым. А седьмой день должен был стать отдыхом лишь от материального труда. Однако суббота никого не освобождала от духовного труда. Этот день был знамением Завета с Богом. Соблюдающий субботу показывал этим, что состоит в Завете с Творцом. Каким образом? Бог сказал о том, что субботы Мои. То есть, шесть дней израильтянин имел для себя. Он мог работать на себя и для обеспечения своих личных материальных потребностей. А субботу он должен был образно отдать или посвятить Богу, потратить ее на то, что для субботы заповедал Бог. Поэтому суббота стала для Израиля днем духовного труда, размышления над своей жизнью в свете Слова Бога, что как раз и созидало их духовность. Духовный труд не затрачивает физических усилий, а работать физически для блага человека было запрещено всем, даже детям, рабам и домашним животным. Этот день принадлежал Иегове, потому и трудиться надо было для его интересов. В этот день израильтяне могли уделять внимание духовному, слушая Слова Бога, и поэтому учиться быть добрее, сострадательнее и так далее, что в интересах Бога. Ну и заодно, конечно, суббота восстанавливал и их физические силы. Но со временем пастыри народа Иеговы исказили духовную суть субботы и забыли, что она учреждена Иеговой для пользы людей. Они возвели субботу в ранг идола и запрещали даже исцелять людей в этот день. Дескать, это действие оскорбит ее величество субботу. Именно так относились к субботе пастыри Израиля в первом веке, когда пришел Иисус. Иисус объяснял проблему этого перекоса пастыри всем, кто был готов его слушать на тот момент. Сам Иисус, его семья и его ученики из Иудеев соблюдали субботу, и все они были под Моисеевым законом. Но Иисус показал, что к субботе нужно относиться разумно, учитывая ее предназначение, так как она учреждена Богом для пользы людей. Суббота для человека. Значит, делать добро, помогая другим, в этот день можно. Какую пользу мы можем извлечь из установления о субботе из Моисеева закона? Первый момент. Если для обеспечения минимум необходимых потребностей мы вынуждены сегодня работать каждый день, следует посвящать хотя бы один день в неделю для дел духовных, для изучения Слова Бога, встреч, собрания и проповеди. Второй момент. К этому дню не стоит относиться фанатично. Если кто-то остро нуждается в нашей помощи, в исцелении, в этот день и нет иных вариантов помочь человеку, заметим, было бы неправильно, например, ради посещения собрания, отказать нуждающемуся в помощи. Подзаголовок «Как вы относитесь к работе?» К работе тоже надо относиться разумно, понимая, что без нее сегодня не выжить. Иисус тоже это прекрасно понимал. Его отчиму Иосифу приходилось изо дня в день тяжело трудиться, чтобы обеспечить свою большую семью. Поэтому на поклонение Иегове у них оставалась только суббота. Большинству из нас сегодня тоже приходится больше работать на себя, чем трудиться на Ниве и Иегове. Но он на нас за это не сердится. Наоборот. Обеспечивать себя трудом – это нормально. А вот жить за чужой счет, если сам можешь трудиться, но прикрываешься необходимостью проповедовать – это ненормально и неправильно. Апостол Павел показал это и своим примером и наставлениями. Хотя проповедническое служение было главным делом его жизни, однако он при этом еще и усердно работал ночью и днем, шил палатки, как известно, чтобы никого не обременять собою и не жить за чужой счет. Но то, что Павел работал ночью и днем, не означало, что он посвящал работе все свое время. Он, например, не работал по субботам, поэтому проповедовал иудеям, тоже не работавшим по субботам. Но Павел не ограничивался только субботой, призывая других много трудиться в деле Господа по спасению людей, что угодно Иегове. Он и сам использовал для этого каждый день, считая это обязанностью перед Богом. Об этом нам сообщает 2 Коринфянам 11.28. То есть, он выкраивал время для дел духовных даже в рабочие дни. Поэтому ясно, что отдыхом апостола было время сна, завтрака, обеда и ужина, если ему, конечно, удавалось поесть 3 раза в день. Такой вот был у него разумный баланс в отношении к работе и отдыху. Суббота образно была у него ежедневно, в перерыве между шитьем палаток. Что мы возьмем из примера апостола Павла? Это зависит от наших обстоятельств и от того, насколько серьезно мы проникли с необходимостью продолжить на земле дело Иисуса Христа, порученное Ему и Иеговой. Однажды Иисус сказал, что Его ученики непременно совершат дела больше тех, что совершил Он. Что Он имел в виду? Явно не то, что чудес от нас будет больше, а то, что масштаб проповеднической деятельности Его учеников будет больше, чем Его. Они смогут охватить большую территорию, достичь сердец большего числа людей и проповедовать более длительный период времени. Ведь Его ученикам предстояло показывать путь Христов до краев земли и делать это не 3,5 года, как выпало служить Христу, а на протяжении всей своей жизни. И каждый из нас может принять участие в этой грандиозной духовной работе в той мере, в какой мы хотим подражать Иисусу Христу или апостолу Павлу. Под заголовок «Как вы относитесь к отдыху?» Ну а теперь можно поговорить и о разумности баланса в нашем отношении к отдыху, делая выводы из всего вышесказанного. Напомним, Израиль относился к субботе, как к отдыху от работы на себя и возможности обогатиться духовно. И Иисус и Его апостолы тоже относились к отдыху, как к возможности обогатиться духовно. Даже когда им удавалось перекусывать, они заботились о духовной пользе тех, с кем они сидели за одним столом. Какие выводы напрашиваются из этих примеров? Думаем, нетрудно догадаться. Если наш отдых от работы на себя будет помогать нам обогащаться духовно или хотя бы не портит достигнутый нами уровень духовности, значит, наш баланс в отношении к отдыху будет разумным. А если после отдыха мы возвращаемся на путь служения Иегове с неохотой, значит, вид и количество отдыха мы выбрали неправильно. Итак, единого шаблона на то, как планировать свою жизнь, чтобы все в ней было разумно, и служения Иегове, и работа, и отдых, к сожалению, нет. Но если есть в наших планах регулярное служение и изучение Библии, и если это делает нас лучше, сострадательнее и добрее к людям, а также побуждает нас больше давать другим, чем ожидать для себя, значит, мы нашли разумный баланс, даже если у нас не получается быть общим пионером. А если мы много часов проводим в проповеди, но становимся при этом мелочными, раздражительными, безжалостными, напористыми и бестактными, значит, баланс нашего отношения к работе, служению и отдыху дает сбой, и надо что-то срочно пересматривать в своем графике жизни и духовности. Возможно, мы переутомляемся, слишком высоко подняв планку, или мы еще неправильно понимаем значение духовного роста, и поэтому формируемся неправильно. Желаем, дорогие друзья, всем нам так планировать свою жизнь, чтобы это приносило радость и Егове, и нам самим. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!